В конце отопительного сезона в Тольятти в результате корректировки платежей жителям домов, которые обслуживает УК номер 3, было доначислено 50 миллионов рублей. В управлении этой организации находятся 373 дома. 13-й эквитанции получили жильцы домов, которые имеют общедомовые приборы учета и платят за тепло ежемесячно по показателям, взятым за предыдущий год. В конце отопительного сезона энергетики сравнивают фактическое потребление с расчетным. Если в текущем году оно выше, чем в предыдущем, жильцам придется доплатить. Некоторым гражданам выставили счет в 10-16 тысяч рублей. Эксперты советуют не торопиться с платежами. Моя точка зрения, если вот так вот подытожить, разобраться, понять, действительно ли у вас на доме произошел пресловутый перетоп, и вы переплатили, и вы действительно, ну так случилось, что у вас больше тепла на доме потребили, или же все-таки у вас есть некие малопонятные, скажем так, манипуляции с денежными средствами, потому что 10-15 тысяч – это ощутимые цифры для любого человека. И в любой ситуации нужно понимать, за что же мы платим. Если вы не согласны с этим начислением и считаете, что вам переначислили, а, к сожалению, такие факты есть, это я так аккуратно скажу корректно, то, естественно, лучше даже иногда дождаться и каких-то судебных разборок. Отметим, что в Самаре такие доначисления за отопление по отдельным домам провела УК ЖКС. Сумма в квитанциях существенно меньше, но тоже значительная – в пределах 3 тысяч рублей. Вполне возможно, что и другие УК проведут аналогичный перерасчет. В будущем необходимо принять меры, чтобы таких начислений не было. Вам выгоднее, наверное, каждому оплачивать все-таки 1 седьмой и принять решение общего собрания именно об этом. Ну и третье – понимать, что если у вас на доме идет горячая труба, извините, и батарея очень горячая, даже в том числе обратиться к управляющей компании, понизить, собственно говоря, температуру на доме, чтобы не переплачивать. Такая ситуация, такие истории тоже есть. С апреля в России вступил в силу 59-й федеральный закон, позволяющий потребителям рассчитываться непосредственно с теплоснабжающей организацией. С таким шагом Ирина Качуева советует тоже не торопиться. Никаких скоропалительных решений не надо принимать. Здесь нужно понимать, что в ближайшее время, месяц-два-три, у нас МинжКХ разработает рекомендации. Как же это будет с учетом федеральных рекомендаций, что тоже придут, я думаю, в область. И уже после этого, когда мы поймем, что все-таки действительно выгоднее собственникам работать напрямую, выгоднее оплачивать ресурсникам напрямую, тогда есть необходимость переходить. Полную версию интервью с руководителем ассоциации товарищей собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области Ирины Качуевой смотрите на нашем сайте trktera.ru. В программе «Первые лица». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!